Борис и Александр, мы очень рады, что все сложилось и вы нашли время, чтобы еще раз с нами встретиться. Итак, ситуация такова, вы оба размышляли о покупке нового трактора за 100 000 евро. Как мы договаривались, мы должны были подумать и помочь вам принять правильное решение. Мы много размышляли и в итоге пришли к одному выводу, который мы постараемся вам сейчас очень кратко представить. Борис, при покупке трактора постоянные сдержки на его содержание составляют 14 000 евро в год. Если вы будете использовать трактор по 1000 часов в год, то расходы составят 14 евро. Добавим к этому переменные затраты, которые равны 26,2 евро и получим общие расходы размером 40,2 евро за час. А что это значит для меня? Это значит, что с одной стороны у вас цена за аренду трактора в размере 54 евро, а с другой, если вы купите трактор, у вас будут расходы размером 40,2 евро. Получается, сколько вы сможете сэкономить за 1 час? 14 евро. Да, почти 14 евро. Итак, в результате наших расчетов мы пришли к выводу, что нам будет выгоднее купить трактор, нежели арендовать. Конечно, вы можете использовать свой трактор больше. Что касается вас, Александр, так это выглядит немного по-другому. Мы подумали, а что если будем сравнивать два числа, два значения, то есть расходы на собственную механизацию и расходы на аренду. Вопрос заключается в том, сколько часов нужно использовать трактор, чтобы, как минимум, расходы на собственную и арендованную механизацию были равны, значит, мы их сравниваем. Мы имеем постоянные расходы, но мы еще не знаем, на сколько часов мы должны их разделить. Итак, прибавляем их к переменным издержкам и сравниваем с расчетной ставкой в размере 54 евро за час. В результате расчета мы получаем нагрузку на трактор 503 часа. Так мы получаем фактически сбалансированную цену, то есть мы делим расходы на 54 евро и получаем расходы на трактор. Это показывает, достигаете ли вы границу в 500 часов в год или нет. Вначале вы говорили, что используете трактор всего лишь 350 часов в год, это значит, вы не переступаете порог в 500 часов, поэтому ситуация, к сожалению, совсем другая. Одним из важных пунктов являются расходы на машину, которые составляют 12500 евро в год. Вы приблизительно оценили, что используете трактор 350 часов в году. В результате расчета у вас получится 35 евро постоянных издержек. Добавим к этому 22,85 евро переменных издержек. В сумме общие затраты равны 58,57 евро, то есть почти 60 евро. Сейчас сравниваем эти 60 евро с ценой за аренду 54 евро. У нас получается разница от 4 до 6 евро за час. Это значит, что вы можете уменьшить издержки, если будете брать трактор в аренду, или в случае, если вы будете использовать свой трактор минимум 500 часов в год. Это значит, если я использую трактор менее 503 часов, тогда мне будет лучше взять его в аренду. В случае, если нагрузка будет составлять более 503 часов, тогда выгоднее будет купить трактор. Да, именно так. Решение принимать, конечно же, вам. И мы будем надеяться, что наших советов вам было достаточно. Тогда до скорых встреч. Пока. Пока.